Не так давно в американскую прессу Military Watch, со ссылкой на алжирские источники, просочилась информация, что алжирские ВМС планируют усилиться за счет покупки у РФ трех многоцелевых корветов у РО ближней морской зоны типа «Стерегущий». И даже сроки получения первых двух кораблей были обозначены 2021-2022 годов, если это произойдет, то алжир станет самой влиятельной силой в своем регионе, а его корабли самыми опасными в Африке. Дело в том, что корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» являются одними из самых тяжело вооруженных боевых кораблей своего размерного ряда в мире, не имея соперников за это звание за пределами РФ. Не зря по классификации НАТО их относят не к корветам, а к фрегатам. И действительно, наш боевой корабль четвертого поколения, который у нас до последнего времени вообще относился к СКР третьего ранга, малым сторожевым кораблям ближней морской зоны, по огневой мощи на голову превосходит своих западных одноклассников и может вести равный бой с кораблями, намного превосходящими его по водоизмещению, даже с эсминцами водоизмещением до 5000 тонн. Очередные жертвы импортозамещения или зачем этот аттракцион невиданной щедрости. Можно было бы порадоваться за алжирских товарищей, они уже давно облизывались, глядя на эти наши многоцелевые кораблики-невидимки ближней морской зоны. И так к ним подходили и этак. Еще с 2013 года вели переговоры об их строительстве. Но официальной информации о заключении контракта не было. Впервые модель нового варианта корвета проекта 20382 «Тигр». Это экспортная версия проекта 20380. Объединенная судостроительная корпорация ОСК представила на суд общественности на Международном военно-морском салоне МВС-2015 в Санкт-Петербурге. Основное отличие этого проекта от базового было в использовании при комплектации упрощенного вооружения в экспортном исполнении, а также наличие возможностей замены систем вооружения на аналоги западного производства в зависимости от конкретных требований заказчика. В базовой российской комплектации присутствовали ударный противокорабельный комплекс Яхант или Калибр, два ЗРБК Каштан-М для противоракетной обороны, артиллерийское орудие А-190 калибра 100 мм, а также палубный вертолет типа К-27. По слухам, тогда и был заключен данный контракт, и вроде бы даже на северной верфи Санкт-Петербург. С 2015 года началось строительство, но все проходило под грифом секретно. Информация просочилась в прессу, причем опять иностранную, только при пожаре, возникшем на Паосе с Северная верфь, в июле 2015-го, при котором пострадали люди, один погибший, шесть раненых, тогда в прессу попали фото, по которым можно было идентифицировать обводы корпуса строящегося корвета класса «Стерегущий». Но российская сторона никак не подтверждала заказ, по которому алжирские ВМС должны были получить даже не три корвета УРО, а целых шесть, в двух разных комплектациях, первые три с упором на ПВО, как корабли противовоздушной обороны, вторые три как корветы ПО, с упором на противолодочную борьбу. Теперь же информация всплыла. И вроде бы чего переживать. Деньги карман не тянут и никогда лишними не бывают. Радоваться надо, пополнен бюджет. Но вся беда в том, что алжирским ВМС достались не тигры проекта 20382, а корветы проекта 20380, строящиеся на северной верфи, по заказу ВМФ, для ЧФРФ. Это корветы ретивые и строгие, заложенные в феврале 2015-го года, первый из них был спущен на воду в марте 2020-го. Сейчас проходят швартовые испытания, второй готовится к спуску на воду весной этого года. Казалось бы, откуда такой аттракцион невиданной щедрости? У нас у самих кораблей подобного класса не хватает, чего мы ими разбрасывать. Корабли проектов 20380, 20385, серия российских многоцелевых корветов, малых сторожевых кораблей, 2-го ранга, с управляемым ракетным оружием УРА, ближней морской зоны. Разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» Санкт-Петербург. В конце 1990-х, начале 2000-х годов, предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирование прибрежных вод, дозорной службы. Этот проект кораблей на ближайшие 30-40 лет должен был стать основой ВМФ России в ближней морской зоне. На данный момент уже построено 10 кораблей этого класса, 8 в строю, 2 спущены на воду и готовятся к швартовым испытаниям, 3 строятся. Итого 13. И еще на строительство 16 корветов заключены контракты между Минобороны РФ и СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург и АОС Комсомольск-на-Амуре. Выходит, что по состоянию на конец 2020 года построено и законтрактовано 29 единиц базового проекта 20 380 дробь 20 385 и его последующих модификаций, что делает данную серию кораблей самой крупной серией среди основных классов судов четвертого поколения ВМФ РФ, согласно принятой доктрины развития отечественного флота, именно корветы наряду с фрегатами и должны стать тем самым становым хребтом, вокруг которого будут формироваться наши надводные военно-морские силы. Корабельный парк ВМФ РФ неизбежно стареет. Мы рискуем к 2030 году, вообще остаться без БНК больших надводных кораблей первого и второго ранга, а поскольку бюджет не резиновый. Было принято решение делать ставку на небольшие вампела, насыщая их огнем и давая возможность противостоять гораздо более крупным кораблям потенциального противника. Так, в противовес американским эсминцам и крейсерам, мы сделали ставку на фрегаты первого и второго ранга и корветы второго ранга. По состоянию на текущий момент на Балтике в составе ПФ имеются 4 корвета проекта 20380, головной стерегущий с 2008 года в строю, а также сообразительный с 2011, бойкий с 2013 и стойкий с 2014, на Тихом океане в составе ТОВ, совершенный с 2017, громкий с 2018, герой Российской Федерации Алдарцы Денжапов с 2020, все три корабля проекта 20380, еще один проекта 20385, гремящий, тоже с 2020 года. Все остальные строящиеся и законтрактованные корпуса предназначались для ТОВ и ЧАЭФ. Теперь из-за алжирского контракта с ЧАЭФ возникли вопросы. Два корабля, предназначенных ему, передают Алжиру. Почему об этом ниже? Достоинства и недостатки проектов 20380, дробь 20385. Пока объясню, чем отличается проект 20380 от проекта 20385. В принципе, это однотипные суда, разница только в вооружении, из-за чего последний был удлинен на 2 метра, 106,3 метра против 104,5 метра, что потянуло за собой увеличение водоизмещения 2430 тонн против 2250 тонн и замену силовой установки, мощность которой пришлось увеличить 24 тысячи против 20,8 тысячи. Увеличение размеров дало возможность усилить огневую мощь корабля путем замены противокорабельного комплекса «Уран» с его дозвуковыми ПОК Х-35У на УКСК-3С-14 с возможностью применения всего семейства крылатых ракет «Калибр» НК, сверхзвуковых ПОК «Оникс», а в перспективе и гиперзвуковых цирконов. Боезапас 8 ракет. Кроме того, боекомплект ЗРК «Редут» был увеличен с 12 ячеек до 16 Т. В результате этих новаций универсальный многоцелевой корвет ПВО «Пло» с функциями противокорабельной борьбы, в базовой версии проекта 20380, превратился в ударный многоцелевой корвет «Ура», в его модернизированной версии проекта 20380. Все это значительно расширило боевые возможности корабля. Согласитесь, появление тактического ударного ракетного вооружения, «Калибр», «Оникс», «Циркон», любого котенка, сращением данный корабль уже представлял грозное оружие, с которым можно и нужно было выходить в дальнюю морскую и даже океаническую зону для решения задач. 1. Поиск и уничтожение подводных лодок вероятного противника. 2. Противодействие военным кораблям всех типов и классов. 3. Огневой поддержки десанта. 4. Проведение патрульных и эскортных операций. 5. Защиты морских коммуникаций и объектов морской гномической деятельности. 6. Демонстрации флага и военной мощи российского флота в любой точке мирового океана. Этому способствовала и улучшенная мореходность обеих версий корабля, он устойчив к поперечной качке и способен выполнять боевые задачи при волнении моря до 5 баллов, при дальности автономного плавания 4000 морских миль на скорости 14 узлов. А его низкая радиолокационная заметность, достигнутая за счет применения новых композитных материалов. При изготовлении корпуса и надстройки удалось снизить показатель кругового рассеивания радиолокационного фона в три раза, значительно повысила живучесть корабля, вероятность наведения на него ПОК противника упала в пять раз с показателя 0,5 до показателя 0,1. Но все эти плюсы перечеркивались единственным минусом – ненадежностью силовой установки, что при всей ее экономичности, малом весе и малошумности, и как следствие малозаметности в гидроакустическом диапазоне, все равно не позволяла использовать корабль в дальней морской зоне. Напомню, на обоих проектах и 20 380, и 20 385 стояли по два дизельных агрегата «ДДА-12000» производства «Ауколоменский машзавод». У 20 380 проекта для этого использовались четыре дизеля 10Д49 мощностью по 5200 литрам. С по два на каждый агрегат, которые через реверс-редукторные передачи РТР-12000 производства ПО «Звезда» Санкт-Петербург, передавали крутящий момент на два вала с грибными винтами фиксированного шага. У 20 385 для этого использовались четыре дизеля 16Д49 мощностью 6000 лошадиных сил того же производителя. И все бы хорошо, но данная техника очень чувствительная к условиям эксплуатации. Экономичное, слов нет, корвет громкий, пятый серийный. По заявлению зам командующего ТОВ-контр-адмирала Игоря Королева, стал самым экономичным кораблем за всю историю ВМФ и способен совершать одиночные автономные походы до берегов Австралии. Способен, но дойдет ли? Пример головного корабля корвета стерегущий настораживает. В первые несколько лет служебно-боевой деятельности, на нем дважды ломались оба среднеоборотных дизельных двигателя главной энергетической установки. По этой причине проект 20 385 штатно планировалось комплектовать немецким дизелем МТА Фрайдридшифен. Но тут вмешались санкции 2014 года. Из-за чего головной корвет гремящий вынужденно получил вместо немецкой силовой установки отечественную производство «Ау-Коломенский машзавод» 4 дизеля 16D49 из декабря 2020 года в составе ТОВ приступил к несению службы, по результатам которой и будет принято решение о продолжении серии. Первый серийный корвет этого проекта «Проворный» в сентябре 2019 ГО был спущен на воду и сейчас готовится к швартовым испытаниям, укомплектован, как и головной корвет, коломенскими дизелями. Остальные законтрактованные корабли проекта 20 385, пока в подвешенном состоянии, ждут итогов служебно-боевой деятельности гремящего. В мае 2015 представители завода-производителя «Паосес Северная верфь» даже заявили, что проект 20 385 из-за проблем с импортными комплектующими сворачивается. По нему будут построены только два корабля, гремящий и проворный, с заменой зарубежных комплектующих на отечественные, а остальные будут строиться по модернизированному проекту 20 380. Как оно будет на самом деле, посмотрим. Кстати, алжирский корвет будет укомплектован именно немецким МТ-дизелем, а не коломенским, видимо алжирцы что-то знают. Все это стало поводом для замены в перспективном проекте 20 386 ЦБП «Алмаз Коломенского» до 12 000 на более надежный и легкий, но и более дорогой, ярославский газотурбинный агрегат КГАМА-3 на базе нового двигателя ГТТ М90ФР. Итак, подводя некий итог, можно сказать, что очередной жертвой санкционной войны между РФ и коллективным западом пали корветы проекта 20 385. На этом вынужден пока поставить точку. Продолжение следует. Там мы поговорим о корветах проекта 20 386.